Автобиль сделан в 1936 году. Чем уникальность? Кузов сделан из пластмассы, сделан из конопли. Все вот горючие смазочные материалы, все из конопли сделано. Кузов этот в 10 раз прочнее стали и в 3 раза легче стали. Прям как кевлар какой-то. Да, можно делать самолеты из него. Иван Дмитриевич Зварыкин, больше известен его брат, двоюродный, который был гражданином США. В телевидении он изобрел, да. А Иван Дмитриевич всю свою жизнь проработал в Костроме, занимался изобретательством. Больше 200 изобретений, которые очень далеко двинули льняную промышленность, именно с точки механизации и автоматизации. Не только России, но и всего мира. Но мечта всей его жизни была построить завод автомат или завод законченного цикла. Вот и таких заводов было в Советской России построено 3. Это была Кострова, Великие Луки у нас на Псковщине и Орша. Да, Орша Белоруссия работает. Там работает. Да, до сих пор она приносит очень хорошие деньги, дивиденды Белоруссии на самом деле. Ну, а о Великих Луках вы знаете. И в Костроме заводы разрушены до тла, что называется. Все оборудование в Лихие 90-е было вывезено под видом металлолома в Китай. Человек у нас, есть знакомый, который общался прямо вот с этим китайцем, который этим занимался, который монтировал эти потом оборудования там. Он очень благодарен русским, России. Понятно. Вот, и он уже миллиардер. А аналог миллиардер. Миллиардер. То есть полный законченный цикл теперь в Китае есть, да? Самое главное, они вывезли всю документацию. Еще попала им документация. Вот найти бы тех, кто это все продал. То есть, а таких полных циклов не было нигде в мире, да? В принципе, да. И все это на основе сделанных трудов Зворыкина, да? Да, Зворыкин, да. Мы говорим именно о технической конопле. По конвенции с 1-го 62-го года в России перестали сеять коноплю, подписав конвенцию о борьбе с наркотическими средствами. Хотя 28-я статья этой конвенции не запрещала сеять техническую коноплю. Там только речь шла только о наркотической конопле. Конвенцию подписал Хрущенко. Да я хотел сейчас только что сказать, но у меня был на уме гаденыш Хрущенко. Дорогие друзья, вы думаете, что название данного видео «Кричащие» не соответствует действительности? Нет, эта формулировка занижает даже смысл данного видео. Посмотрите, это важно знать. Любому человеку, который себя уважает, свою родину является патриотом в правильном хорошем смысле этого слова. Кто любит свою родину, кто не хочет повторять исторические ошибки, кто многого не знал. А эти знания необходимы для вашего жизненного опыта. И чтобы не совершать ошибки и не давать их совершать другим, не давать совершать преступления против народа, это крайне важное видео. В нем не только важна информация, которую вы не знали о данных культурах. Не только о том, как исторически опорочили и уничтожили практически коноплю. Хотя только ее выращивание давало бы экономическую свободу любому народу, по крайней мере нашему. Не только о том информации, как продали уникальные технологии и станки китайцам. Не только о том, как уничтожили уникальные отрасли, дающие больше денег в бюджет, чем нефть и газ. Но и по сути это видео как бы план действий к возможному возрождению данных культур и технологий. Вы поймете, что некоторые люди уже занимаются этим, пусть в малых масштабах. От вашей поддержки тоже очень многое зависит. А для этого нужны знания, а для этого нужно посмотреть это видео и переслать всем. Настоятельно рекомендовать посмотреть. Не фигню какую-нибудь по телевизору или интернету, а это видео посмотреть всем вашим знакомым, родственникам, друзьям. Просто причем чуть ли не в приказном порядке это сделать. Вы должны сделать, если вы считаете себя человеком, порядочным, совестливым и неравнодушным человеком. Вы скажете, вы что-то это знали или и так знаете, да ничего вы не знаете. Вот вы послушайте полностью видео и поймете, что ничего вы не знали. Я уж знал, наверное, побольше, чем вы. И то был в шоке, когда посетил данный музей. Это, кстати, наши знакомые, общие их друзья оказались. И мы с женой съездили на эту, так сказать, персональную экскурсию в гости. Более того, теперь у меня тоже есть планы по какому-то соучастию по возрождению этих культур и технологий. Об этом будет отдельное видео. И вы можете в этом принять участие. Итак, смотрите видео и обязательно передавайте это видео смотреть другим людям. Приятного просмотра! С давних сказочных времен на Руси известен лед. Только хлеб был старшина, так в народе шла мало. Сразу вам оговорюсь и ответа не боюсь перед всеми вами я. Здесь росла и конопля. Все, что я скажу о льне, то сродни и конопле. Есть различия, о них будет тоже сложен стих. В старину лед зародился, диким был, но изменился. И на пользу нашим предкам средь посевов стал нередким. Как уже сказала я, с льном росла и конопля. Две культуры лубиные на Руси народ кормили. На Руси вообще было три лубиных культивировалось растение. Лен, конопля и крапива. То есть те, которые содержат в себе волокно. Вот это вымоченный уже стебелек. И вот когда он разбивается, отделяется костра, древесина. И остается, собственно говоря, волокно. А чтобы стало ниточкой, что нужно сделать, чтобы превратилось волокно в ниточку? Спрясть, как раньше говорили. А, собственно говоря, что попридение – это скручивание. Вот тут строение стебля. Вот, собственно говоря, вот эти волокна, они расположены по периметру. Вот это эпидермис идет, а вот это внутри стебелечка. Вот идут волокна такими пучочками. А вот это внутри костра, древесина. Она тоже вообще используется очень успешно. А внутри просто вот такое отверстие. И вообще ли он называет культурой пяти? Почему? Пять лепестков, пять пестиков, пять завязи. Каждой завязи по два семечка может образоваться. Пять надо, но того – десять. Не больше. Бывает меньше, но не больше. Пучки вот эти скреплены чем у нас? Пектин. Пектиновым слоем. Напомним это. Это у нас очень важно. Пектиновым. Если взять строение, предположим, конопли, то оно практически такое же, только единственная разница. Слои пучков, пучки вот эти вот волокнистые располагаются в несколько слоев. До трех слоев могут быть. И визита этого палка очень прочная. И вообще ее очень сложно выдрать из земли. И поэтому и выхода намного больше волокна. То есть он, во-первых, выше конопля. Она чуть ли не до пяти метров может при благоприятных условиях вырастать. И пучков этих больше. То есть больше волокна. Намного... И веревка крепче. И веревка крепче. А веревка еще не боится морской водой суммы. Да, вот поэтому основной экспортной единицей Древней Руси была как раз. И древесина, естественно, гораздо больше получается. из нее. А то, что делают из этой древесины, практически... Ведь эти вот растения выращивают ради вот волокна. А костра, древесины, это отходы, которые, в общем-то, бесплатно уже потом достаются в промышленности. И вот из этой костры практически вот все это вот и делается. Вот можно понять объем даже, что можно сделать из этой костры. Оба эти растения ценны тем, что они используются полностью. То есть ничего не пропадает. Даже пыль. Даже пыль конопляная, вот в производстве остается пыль. Из нее делают плиты. Представляете, вот насколько экологично это растение, эти два растения. Ну, можно бесконечно перечислять, что можно делать из льна и конопли. Ну, это мы расскажем впереди еще. Да, это мы расскажем. Это, как ни странно, все идет из 30-х, 40-х годов. Просто сейчас начали об этом вспоминать в связи с многими проблемами в экологии планеты. Чтобы жить нам долгие лета без склероза, диабета, ты добавь в салат с утра масло, коноплю и льна. Тем оно еще волшебно, что с покон веков целебно. В нем омега-3 и 6. Организму просто лезть. Он тебя не подведет и по жизни проведет. От начала до предела. Ешьте масло, это смело. И скажу вам без геройства, есть еще у масла свойство. О нем тоже знал народ. Косметический уход. Волосы, лицо и тело с маслом этим хороши. Вот такой он дорогой, лен небесный голубой. Может, для кого-то шок, но зубной есть порошок. В Омске он произведен. Это стопроцентный лен. Есть присыпка для детей. Гигиену без затей лен нам обеспечат в раз. Это был. Продолжим сказ. Растревожен мир войной. Пуль осколков целый руль. Воин, получивший рану, прижимает руку к стану. Чтобы кровь остановить и повязку наложить, Милосердная сестра в руки корпию брала. Эти нити льна даватые применяли все солдаты. Перевязку завершал из холстины материал. Раны так зашивали, и льняные нити брали. Так как лен предельно чист, его примет организм. Дело в том, что лен и конопля являются природным антисептиком. И эти предметы, как перевязочный материал, не надо было стерилизовать. В старых фильмах мы очень часто видим, как госпиталяты бинтами все увешаны. Их стирали. То есть это была ценность, не выбрасывалось. И бинты не клали очень большим слоем, в отличие от марлевых бинтов. Бинты, которые получал Советский Союз по ленте лиза от американцев, они сжигались, уничтожались. То есть их не стирали. Это вот как раз делается из костры. Это прям вот эта вот присыпочка экологичная. Обалдеть можно. Обалдеть. А порошок там что-то еще надо к нему? Ничего. Прям им чистят и все? И не скребет? Ну да, он же мягкий. Я говорю, американские бинты у нас появились только где-то в 43-м году. А до этого все применялось. А потому что в кино-то, знаете, да, там белые. Кстати сказать, в дорогих клиниках, которые сейчас используют, но таких частных клиниках до сих пор ткани льняные распускают, это нитки. Самое интересное, что в ветеринарии еще до сих пор используются для операций льняные нитки. А для людей это намного вообще лучше, потому что они в теле рассасываются через какое-то время. Рассасываются сам организм. Причем к нам приезжают люди, хирурги, да, они говорят, ну да, действительно, мы помним, что так оно и было, льняные нити использовали. Ну, понимаете, да, почему это все ушло? Да, понятно. Вот, мы не будем об этом говорить. Это, конечно, надо, это все понятно, наши зрители, все прекрасно, люди понимают. Это надо как раз устанавливать, вот это следующим будет, видимо, шагом, надо будет что-то тоже подумать об этом. Если прислушаться к слову линолеум, мы услышим лин и олеум. Собственно говоря, вот натуральный, это вот кусок линолеума. Это современное. Это эко, да, естественно, полностью. Да, это эко. А где делают? Это бельгийские, бельгия. В Швейцарии есть немало что-то. Когда-то в Советском Союзе это делалось. В 60-е годы тоже произошло. Это органические. Вот так, представляешь, вот. Вот мы все в открытиях на самом деле. То есть смола, да? Да. Масло льняное, опилки, экструзии. Дело в том, что в России в пищу в основном конопляное масло употребляют. Да. В южных районах кунжутное, ну это юг, а у нас конопляное. А льняное масло, оно очень быстро окисляется. Да, оно окисляется, потому что сразу горчить начинает. Его надо прям сразу это. А конопляное, ну, конопля вообще еще более уникальный продукт на самом деле. Вот здесь вот мы небольшой такой конопляный уголок, мы начали тоже эту тему развивать, технической конопли. Здесь вот представлено то, что в России сейчас производится вот такой утеплитель. Это как раз вот мордовский. У нас 15 сантиметров толщина на мансарде и полуутеплитель. Вот, чем ценно, как они утверждают, это... Мыши даже не заводятся. Да, не насекомые, никто. Это прокладки между бревен, вот фотография. Вот фонтан Дружба народов на ВДНХ. Да, да. Там конопляные листья. Это неспроста было, потому что Россия и Советский Союз, ну, еще до распадности, занимали 87% мирового рынка конопляного. То есть это вообще... А конопля – это пенька? Пенька, да. Ну, это волокно, которое вот канаты делали, да. Вообще вот мы не сказали, что конопля, оно двудомное растение. Там есть и мужское, и женское. Женское называется матерка, а мужское называется пасконь. И вот как раз Русь пасконная, это вот из пасконьи делали как раз ткань. И вот была реставрация этого фонтана. Значит, ну, как бы там в фонтане в воде замаскированы, как бы эти листья конопли. А вот фигура дамы, точнее девицы, которая держит конопляный сноб, она пропала. То есть со слов Юры. То есть нет этой больше фигуры. Странно, конечно, такая реставрация. Кошмар. Вот. Вот тоже конопляное волокно, которое, не знаю, чем-то секрет они пропитали. Оно не горит. Не горит? При 1200 градусах не горит. Мы это все морозы. А чем не говорят, да? Нет, конечно, это для них. Это ноу-хау. Это да, ноу-хау. А вот фиг он знает, натуральный или нет. Вот уникальный автомобиль, который стоит, он настоящий, как бы существует. Он в музее Форда есть. Этот автомобиль сделан в 1936 году. В 1940 году, в 1940 году, был представлен в Детройте на выставке. Чем уникальность? Кузов сделан из пластмассы, сделанный из конопли. Бензин из конопли. Масло из конопли. Все горючие смазочные материалы, все из конопли сделано. И там такой был сленг такой. Я еду в траве, еду на траве, еду за травой. Вот, на самом деле. А вообще, очень умный человек. Я, в общем-то, такое высказал. Да он гений, конечно. Изречение. Зачем использовать леса, которые создавались веками, и шахты, на которые нужно было закладывать века, если мы сможем получить эквивалент леса и минеральных продуктов при ежегодном выращивании конопляных фолей. Понимаешь, гений какой? Вот, и на самом деле, кузов этот в 10 раз прочнее стали, и в 3 раза легче стали. То есть это, в принципе, я не знаю, он как у ультрафиолетный. Прям как кевлар какой-то. Да, можно делать самолеты из него тогда получается. Ну, сейчас уже тоже... Карбон. Ну, вот как карбон, наверное, приближается. То есть практически вот такая вечная машина. Двигатели меняй, кузов вечный. И утилизация практически. И у разлагаемой. Нет, вот реально, вот то, что вот уже даже вот эта информация, действительно, это понятно абсолютно... Во-первых, это было, это не теория какая-то, да? Это утилизируется полностью, это не убивает природу. То есть мы можем использовать качественные, более долговечные и экологически чистые вещи, и при этом понимать, что после нас это, так сказать, войдет в биологический оборот, не будет гадить и не оставит миллионы тонн озера, эти океаны, континенты пластиковые в морях и так далее. Это же просто... Вот это замена ОСБ. Это тоже сделано из конопля. А это кто-то делает сейчас такое? Так вот, они же и делают. Да вы что? Они сейчас пытаются продвинуть это дело. Они еще массово... Так я могу как раз ты продвинуть. А они, нет, они там... Продвигайте. Помогайте им. Это будет вообще... У них есть определенные сложности, ну, как бы получить вот эти ГОСТы, там все вот на это вот. Можно вкладывать деньги. Без всякого клея использовать, ну, без... Короче, здесь что? Здесь смолы нету. Здесь бактерии, температура и давление. Давление они не говорят, какое используют, но про температуру они сказали, что 70 градусов. А про давление молчат, какое они используют. Очень интересно. Я это прям возьму, проэкспериментируем на улице. Так же, как вот то, что... Ну, я, то есть, мы не используем, потому что это фенолы. Там это дураки только берут, потому что это... Это надо... Вот у вас есть что-то есть, откручивайте, выкидывайте. Потому что это... Ну, фенолы, это онкология, так сказать, в перспективе. Ну, вот видите, вот такая вата, она вот на ощупь вот такая вот. Гидроскопичность у него в несколько раз выше. И она... Ее не надо стерилизовать ничем. Она природная, собственно говоря, антисептик. Вы, наверное... Ну, и вот порох тоже стерилизовательный. А, где порох-то? Ну, у нас, как бы, нет... А, пороха нету. Пороха нету. Я знаю, как его делают. Но, кстати, очень простая технология, на самом деле. Ничего там сложного нету. Ну, там серо тоже же? Нету. Бесчера. Это хлопка... Дело в том, что это совсем древняя технология. Потом были несколько разработок. Были параллельно шли разработки российские, параллельно шли разработки английские. Приняли потом, как английское, за образца, потому что они из хлопка сделали. Первые сделали. У нас немножко изыскания были, подольше шли. Вот. И они сделали из хлопка. Собственно, там две кислоты используются. Соляная и серная. Все. И хлопок. Но у нас с мая месяца Россия больше хлопок получать не будет официально. Потому что в Збекистан, который основной у нас поставщик был до этого, его захватили китайцы практически там, создав кооперативы. А американцы заняли весь другой рынок. Ну, естественно, у нас отношения лихие с американцами, естественно, не нам. И сейчас мы живем по существу на запасах пороха, который остался нам от Советского Союза. А расходы пороха очень большие. Потому что все высокоточное оружие, ну, вот это все то, что летает, стартует, там очень большой расход пороха идет. Ну, технология разработана, поэтому надо сеять леп. Вы, вообще, брак хлопок знаете, что это за растение? Да. Насколько это ужасно растение? А в каком плане? Ну-ка, расскажите. Ну, наверное, землю обернулась. Ну, это очень много воды. Это правда. То есть, после того, как хлопок перестает расти, вот, например, Азовское море, не Азовское, Аральское море, благодаря хлопку исчезло. Ну, да. После него ничего не растет, остается пустыня. Вот то, что сейчас в Америке выращивали хлопок, в этих местах все, пустыня. Там не растет ничего. Надо лен, конечно, сделать все из льна. Ну, я вам хочу сказать, как только вы начнете носить льняное отечество, вы хлопок свой подарите кому-нибудь и скажете, Верь. Мы теперь вообще... И самое главное – белье. Постельное белье. А вы его не делаете, этот постель? Делаем. Есть постельное белье? Ну, мы делаем, опять-таки, под заказ. Ну, здесь мы обычно спрашиваем, как называется этот предмет. Леритинол. Леритинол, действительно. Вот раньше девочкам, как только рождались девочки, отец делал веретинол, и оно ее сопровождало всю оставшуюся жизнь. Такой магический был предмет. Ну, потому что сами прелесы. Недаром у Пушкина, да? Сами решили. Вот тоже простейшая технология, да? Сначала же, когда ткется из длинных ниток ткань, она вот такого серого цвета. То есть, не отбеленный лен. Ну, наверное, скучно было бы во всем сером ходить. Поэтому брали холсты и раскладывали их на снегу в солнечный яркий день. И вот через несколько дней вот такое серое такое полотно превращалось, было снежное. Действительно, это полная самодостаточность, самообеспечение всего хозяйства и народного, и государственного. Это вообще просто, да? Это просто, я не знаю. Это вот, ну, может, конечно, что-то там не знают, не до конца понимают, но по большому счету, это государственная должна быть программа масштабных стран, многомиллиардные вложения. И это принесло бы доходы, что самое интересное, и уже буквально через пару лет все бы окупилось. Вот, и эту вот бумагу мы делали сами, когда это здание строилось, долгими зимними вечерами. Мы также ездили в Таллинн, смотрели, как там украинское общество есть, которое делает такие вот открыточки. Ну, у них единственное, что у них оборудование качественное. Ну, понятно. Мы это все измельчали вручную, а на самом деле должен быть такой аппарат. И у них такой пресс там очень такой многотонный, мощный. Также мы с женой ездили в поселок Ряпино, в Эстонскую республику. Там завод есть, бумажный, который построил русский генерал в 1731 году. Да, ну, практически в Петровские времена он там построил и производил бумагу. И он до сих пор работает, этот завод. Работает, да. Буквально три года тому назад старинное оборудование все демонтировали, выбросили, поменяли на новое. А так можно было все это вот наблюдать. И они делают бумагу вот... И они делают бумагу, да. Ну, они сейчас, конечно, делают из картона. Там вот эта переработка вторичная идет. Но раньше это делалось таким образом. И вы, наверное, помните, что раньше была такая профессия старьевщик или трепишник. На переработку, да, собирали? Да, собирали. Мы вообще мало задумывались, куда это все идет. Так вот, как раз все это сводилось на бумажной фабрике. Там все это сортировалось по составу. Хлопок в одну сторону, лену в другую. Отстирывалось, отбеливалось, измельчалось. И в огромных баках потом все это бродило. И вот когда это сбраживалось, происходил такой процесс ферментации, начинали выливать вот такие желоба и под прессы, и выходила уже бумага. Такие там много-много вальцов, это все это. То есть, как бумага, она льется, как река на заводах. Это как река идет. Очень интересно смотреть. Это непрерывный процесс, потому что машину очень сложно заправить, запустить. То есть, это непрерывный процесс. Ну, как Мартеновский печь тоже. Запустили и надо. И вот еще нужно понимать, что любая книга, которая сделана до XX века, она вся сделана или на конопляной, или на льняной бумаге. Потому что придуманная технология делать бумагу из древесной целлюлозы, она появилась только в начале XX века. В 1940-х годах, можно сказать. То есть, любая старинная книжечка, вы знаете. И внедряли она, внедряли они очень интересно. Он со своим другом, владельцем газеты какой-то, «Нью-Йорк Таймс» или какой-то, ну, такая очень большая газета в Америке. В общем, они сговорились, они начали печатать на бумаге из древесной целлюлозы. Хотя она была в то время не очень хорошая, такая желтая, но тем не менее. Вот, значит, здесь советские деньги представлены, ну, и российские, современные. У них есть волокон, там, процентов, наверное, 15 волокна льняного. Еще одна валюта мира очень широко применяет, даже в больших процентах. Это доллар США, да, совершенно верно. Дело в том, что английские фунты, ну, и вообще евро, они по другой технологии делают, уже бумагу для денег. Может, кто из вас не знал леса, с чем сравнить гектар? А сравнить могли бы вы с целым полем льна или конопли? Лен и коноплю народ может сеять каждый год. Чтобы лес нам возродить, нужно много лет прожить. Пусть растет красавец лес в складе сказок и чудес, чтобы рос во славу он. «Сейте коноплю и лен». Мы всегда говорим и повторяемся каждый раз, что мы говорим именно о технической конопле. По конвенции с 1-го 62-го года в России перестали сеять, ну, в общем, практически коноплю, подписав конвенцию о борьбе с наркотическими средствами. Хотя 28-я статья этой конвенции не запрещала сеять техническую коноплю. Там только речь шла только о наркотической конопле. Конвенцию подписал Хрущев. Да я хотел сейчас только что сказать, но у меня был на уме гаденыш Хрущев. Но правительство бы главе с Хрущев. Ну, слушайте, при Сталине бы это, они бы засунули и саму идею, если бы дали бы только такую. Так же, как правоплан маршала, когда Сталин прочитал эту идею, он сказал, что они ребята, мы так и не дружим. А продвигал эту идею, дипоны опять продвинули, продвигали. Сначала они продвинули это дело в Конгрессе США. И надо знать историю США, что до 20-х, ну, в общем, до 30-х годов каждый фермер обязан был сеять коноплю в США. Просто обязан. В зависимости от количества своих полей, там, в процентном отношении. А, соответственно, с 32-го года дипоны продвинули законопроект, запретили сеять коноплю в США полностью. Ну, так же, как они денежную реформу проводили в 20-е, 30-е годы, когда изъяли золото и серебро из обращения. В 8 лет или там 10 было за укрытие золота в доме. И многие в дома прятали, он в стенах находит до сих пор. Да. Ну, вот такая вот история в США. То есть они таким образом убрали конкуренцию. Я могу одно сказать, что от 87% отказаться мирового производства конопли – это просто глупость. Нет, 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 нет. Это предатель, это враги народа. Это предатели, преступления. И 47% мирового производства льна – это был тоже Советский Союз. 47% тоже – это глупость. А сейчас современная Россия даже, по-моему, в статистике ее нету, мировой льной льной льны. Я просто в шоке. Китай пытался выращивать лен. Так он коноплю выращивает. Но у них не получилось выращивать лен, потому что температурное, да, не получается. Все-таки лен – это же растение короткого дня. Поэтому вот когда говорят, что там в Египте рос лен, это под большим вопросом. Скорее всего нет. Скорее всего его экспортируют. Конечно. Ну, просто по климату он не может. Ну, да. А вот коноплю в Китае не просто выращивают, она же био есть, сертификатами био, био конопля. Из нее есть ткани, привозят там видов 100. Там есть ребята, занимаются, да, знаю 100%. Сейчас армию, кстати, переодевают только на пленную одежду в Китае. Китай. Да. У них пока мощности хватает на нижнее белье, на верхнее белье пока не могут. Но, тем не менее, маленькие шажочки. Нету никакой конкуренции, не было бы конкуренции в мире, если бы это правильно бы все делали. Ну, давайте теперь поговорим о наших благодетелях Льна, кто продвигал лену. Вот мы, конечно, неоднократно посещали Третьяковскую галерею, да. Знаем его основателя Павла Михайловича Третьякова. Знаем, что он был купцом, но мало кто знает, что он был промышленником. Чуть ли не крупнейшим в России, но промышленником. В 1866 году вместе со своим братом Сергеем Михайловичем и с другими родственниками они основали Костромскую льняную монофактуру. И уже к концу 19 века это товарищество выпускало столько льняных тканей, сколько вся Европа вместе взятая. Качество было отменнейшее. Они удостоились статуса быть поставщиками двора его императорского величества. Выпускали тончайшие, как шелковые ткани из льна. Вот мы своими руками держали в руках эти ткани, видели своими глазами. Действительно, от шелкового не отличить. Это производство начала 20 века. И такие плотные ткани, как парусина, брезент. То есть большой очень был спектр. Для военной промышленности. Для армии, да. То есть по нынешним временам они зарабатывали миллиардное состояние на вот это. На лягуя, олигархи. Были олигархами. Вот Сергей Третьяков, он был вообще московским городским головой. Да, семь лет. И мы его еще знаем не только потому, что он был братом и промышленником. Когда он был на своем посту, он купил большой участок земли в Подмосковье, обустроил его. Сейчас это называют как парк Сокольники. Тоже такой интересный момент. А вот Павел Михайлович Третьяков, он еще с юности заинтересовался собирательством. Свою первую картину он купил в 21 год. И это была картина русского художника. И он прямо вот сразу решил, что он будет заниматься собирательством русских художников. Тогда это было немодно, непрестижно, было каким-то чудачеством. Но тем не менее он считал, что это миссия его жизни. И в результате он в конце 19 века уже подарил свое собрание вместе с галереей городу Москве. Так вот, как мы уже говорили, основные свои капиталы, они все-таки заработали на этой фабрике. Не основные, а вообще в принципе капиталы все. И мы упоминаем, что на стенах этой фабрики написано, выложено кирпичом, мы спряли и соткали Третьяковку в Кострове. В Кострове ездили в Кострове. Но вообще удивительно, конечно, вот как раньше закладывались эти фабрики. Во-первых, земля выделялась бесплатно. У них 17 гектаров было под этой фабрикой. Во-вторых, на 20 лет они были освобождены от налогов. Вот представляете, 20 лет без налогов. И они, конечно, очень такой занимались социальной деятельностью. У них были и больницы, и школы, и детские сады, и библиотеки. Обережно они построили. И родильные дома. То есть это вообще было такое градообразующее предприятие. Если на тот момент 14 тысяч населения было в Кострове, то 4 тысячи... 7 тысяч, да? 7 тысяч работало на этой фабрике. Половина, да. Половина города. Это очень интересно. Но вот удивительно нам, что в Третьяковке вообще об этом не говорится. Не говорите вообще. Как и в имении Толстого в Ясной Поляне не говорится о том, что он был основателем одного из самых сильных трезвенческих движений в России. Ничего. Я им прямо сказал, застыдил их. Причем по полной программе застыдил, чтобы им реально стыдно стало. Потому что я так люблю делать. Или детерянцы. А нет, это они еще там, да, что-то там это. А вот про это что? 16 статей мощнейших антиалкогольных. Первая ступень и прочие, которые за душу любого, у кого есть совесть, так сказать, это. То это про это молчок. Ну, я им про это быстренько напомнил. Ну, Александр Третий, можно сказать, за их заслуги в промышленности. Они стали поставщиками двора. Его императорского величества, как знак, качество было такое. И им было пожаловано, за их заслуги перед Отечеством, было пожаловано дворянство. Сергей Михайлович, человек светский, такой, вот, дворянство принял в благодарности. А Павел Михайлович не принял, отказался от дворянства, сказав такие слова. Я кукцом родился, кукцом и помирать буду. Он вообще такой очень сдержанный человек был. Скромный, он даже не присутствовал на церемонии открытия галереи. Открытие, передача, передача. Ну, они старобрятся уже, да, по-моему? Да, они старобрятся. Ну, не, наверное, точно. Да, 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 точно, точно. Я просто не знаю, я по-моему и говорю, наверное. Второй, так, Иван Дмитриевич Зварыкин, незаслуженно забытое имя в России. Больше известен его брат, двоюродный, который был гражданином США. Который телевидение. А, да, телевидение он изобрел, да. А Иван Дмитриевич всю свою жизнь проработал в Костроме. Был одним из директоров одной из фабрик в Костроме. Он тоже из купеческой семьи, но всю свою жизнь занимался изобретательством. Больше двухсот изобретений, которые очень далеко двинули льняную промышленность именно с точки механизации и автоматизации. Не только России, но и всего мира. Но мечта всей его жизни была построить завод автомат или завод законченного цикла. И такой завод был построен в 1936 году. Назван его именем, потому что он уже к тому моменту скачался. Вот, и таких заводов было в Советской России построено три. Это была Кострова, Великие Луки у нас на Псковщине и Орша, Белоруссия. Она работает до сих пор. Да, Орша, Белоруссия работает. Там работает. Да, да, до сих пор она приносит очень хорошие деньги, дивиденды Белоруссии на самом деле. Ну, а о Великих Луках вы знаете. И в Костроме заводы разрушены до тла, что называется. Все оборудование в лихие 90-е было вывезено под видом металлолома в Китай. Человек у нас, есть знакомый, который общался прямо вот с этим китайцем, который этим занимался, который монтировал эти потом оборудования там. Он очень благодарен русским, россиям. Понятно. Вот, и он уже миллиардер. Миллиардер. То есть полный законченный цикл теперь в Китае есть, да? Самое главное, они вывезли всю документацию. Еще попала им документация. Вот найти бы тех, кто это все продал. А что толку теперь уже? Нет, должна быть справедливость восторжествовать. Это закончилось это все в 2004 году. Окончательно закрыли, говорю, получше комбинат. Я не могу. Это, как ты говоришь, у меня прям плохо становится. И там самое-то главное. Там еще вывезены были и конопляные машины, которые очень ценные. И меланжевые машины, которые просто сумасшедшие деньги стоят. То есть это национальное достояние, это полностью так же, как придать, по ядерные вывезти документы или что-то такое. Это еще может быть круче. Может быть. То есть от таких полных циклов не было нигде в мире, да? В принципе, да. Поэтому только у нас это все было. Ну, французы там имели свою переработку, но у них немножко другая технология была. Потому что мы документацию-то никому больше не давали. И все это на основе сделанных трудов Зворыкина, да? Да, Зворыкин, да. Вот он, все это он... Да, люди должны знать своих героев обязательно. Александр Людович Штиглиц. Финансист, банкир, промышленник, меценат. Своё наследие он оставил в Петербурге Академию Штиглица. В советское время носила Мухины. Училище технического рисования. Вложил больше миллионов в строительство здания. Пять миллионов потратил на закупку оборудования и преподавателей. То есть он не туда посылали, а преподавателей сюда купили. Зачем возить людей за границей. Чем примечательен этот человек? На все свои деньги, которые он зарабатывал, он большие очень деньги зарабатывал, он оставлял в фондах России. У него тоже были льнопредельные, льноткацкие фабрики. В Нарве. Которые находились в Нарве. Но Нарва тогда входила в состав России. И поэтому нам он тоже интересен тем, что он был промышленником. Я сказал, что он был промышленником. И чем он все свои деньги, которые зарабатывал, он вкладывал именно в российские фонды и в развитие России. И на замечание одного из банкиров, что это неосторожно, он ответил, я и мой отец заработали все деньги в России. Если Россия будет несостоятельной, то я готов потерять с ней все свое состояние. Абсолютно молодец. И я точно так же всем говорю. И ни копейки за границу никогда не был, не буду. И все деньги сюда вкладываю. То есть эти люди были не на словах, а на деле. Конечно. Патриоты России. Именно они строили Россию. И они как раз вкладывали в Россию. А мы, к сожалению, сейчас проедаем то, что... Да у меня прямо, я говорю, сердце, такие истории, мне сейчас плохо будет до завтрашнего дня. Здесь деревня на просторе. У нее льняное поле. Речка бьется, стоит лес. Там поляна для чудес. В небе кружат журавли. В пойме поле конопли. Жили так из века век по рекам российских рек. Видим мы цветущий льон. Набирает силу он. Это поле засевает. Это поле убирает. Мы все сразу показали, как растили, собирали. И снапы, связавшие в поле, оставляли на просторе. Там мы видим, мокнет льон. Он в воду речки погружен. Здесь не шатка и не волка. Идет по колу канавелка. Вот ли он девушки колотит. Мнуты вот там хороводят. На поляне хоровод. Любит это наш народ. В танце кружится. Держись. Чем не сказочная жизнь. Пусть и скромен наш народ. Но льном жилу целый год. Вот мы тут как бы показали типичные такие. Эту мельницу вы узнаете. Это в Пушкинских горах стоит. Здесь вот, значит, часовни, которые в Изборске. Это типичный двор Печорский. Печорского края. Ну, а экономялка, нам понятно, что она облегчала труд крестьян. Она была, она разборная. Ее можно было быстро разобрать. Перевести там, где нужно было мятлю. Быстро собрали. Сюда сажали на лошадь мальчика, который руководил ею. Клали камни для тяжести. Ну, и пару мужчин крепких стояло. Они мятый лен снимали и соломку клали. Но, на самом деле, люди, конечно, всегда пользовались тем, что у них росло под рукой. На их полях, в огородах, в лесах. И все это было в изобилии. То есть, вот здесь представлены те растения, которые использовались в качестве красителя. Вот какие растения давали красный цвет, такие давали синий цвет. А вот это вот что-то удивительно. А почему синий, да? Цветки желтые. Ну, вот интересно, да. Интересно. Но, вы знаете, еще интересно то, что можно использовать, предположим, один исходный материал, один краситель. Но для того, чтобы этот цвет закрепился, можно было использовать закрепители. А в качестве них использовались медная проволока, ржавая проволока какая-нибудь, предположим, раствор квашеной капусты, или виноградный уксус. Ну, все что угодно. И вот в зависимости от этого менялись оттенки. Ну, и вот люди, когда в морскую стихию двинулись, естественно, корпуса были деревянные, а ткани все использовали. Это лен и конопля. Конопля, почему именно в веревках? Потому что от морской воды она становилась прочнее. А льняные паруса, они легче. Ну, как бы скорость корабля выше, потому что парус быстрее надувается. Ну, и с коноплей тоже сшили. Ну, и человечество, когда воздушное пространство передвинулось, вдруг воздушную стихию тоже поначалу использовались льняные ткани, веревочки, всякие тросики и тому подобное. То есть, как они говорили, авиаторы раньше летали на веревочках и речках. И из истории мы, естественно, знаем, что Леви Страус поначалу, когда начал для переселенцев сшить рабочие штаны, точнее, даже не штаны, а полукомбеза он сшил им, он скупал или практически даром получал в Бостоне паруса списанные. И когда Остап Бендер мечтал уехать в Рей-де-Жанейро и ходить в белых штанах, он просто не знал, что их просто не красили, это парусины не крашены, и все ходили в белых штанах. Ну, где Рей-де-Жанейро и где Москва. Ну, Леви Страус сейчас несколько линеек одежды из конопли отшил снова. Удачно их-то все продано. Единственное, что сейчас они дали задание нескольким институтам, чтобы ткани из конопли сделать помягче, потому что ткань немножко жесткая. Вот здесь вот воронежский женский костюм представлен. Вот эта рубаха из конопли, конопляная ткань конкретно. Вот в этом костюме. Можно потрогать. Ну, да, это коплотник. Да. Ну, южные районы, там Лен-то ведь не рос, там конопля в основном. Это воронежский комплект. А вот все остальное – это печорские и рубахи, и вот этот комплект женский. Комплекту сто лет, вы представляете? А он как новенький. Да. Сколько раз его уже постирали, и одевали, и он все как новое. Да, его же носили? Да, его носили, конечно. Да, просто так, нет ткани ничего. Вот тут мы показываем весы и штуки ткани. Вот здесь вот эта Рижетская улица, по которой вы приехали, здесь в октябре месяце, как нам местные рассказывали, проходил или иной торг всегда. Ну, это еще, конечно, до советской власти все это было. И торговали, в общем-то, бумажные деньги в расчет не шли. Купцы съезжали со всего света. Серебро, золото, время для расчета было. Почему, собственно говоря, мы и написали, это поговорка народная, кто посеет лен, пожнет золото. Здесь мы можем увидеть схему посевов до 40-го года, где лен сеялся. Вот каждая... Карта Павыша – это начало 20-го века. И там как раз в процентном отношении Псковская губерния, вот больше всех, 15%. Да, вот она, здесь вот она вот. Вот тут она. Каждая точка – это 1000 гектар. Вот здесь вот изображено. Псковская губерния, вот они вывозили на европейский рынок 33 миллиона пудов льна, волокна и 8 миллионов тонн семян. Ну, это... Просто если бы... Это как два бюджета Псковской области сейчас вот годовых по существу. То есть, если мы сейчас... Центр датирует Псковскую область постоянно. Ну, да. Вот, то это, в принципе, два бюджета. Не считая всего остального. Это волокно. Это мы не говорим, если бы еще там более глубокая переработка и так далее. Мы еще не говорим про костру, что это, из чего это можно делать. Это еще... Это можно вот так вот раздуть. Можно и в пять раз, и в десять. Можно и в пять раз, да, поднять. Только за счет только одной культуры. Такая монокультура делают. Не заниматься ерундой рапсом. Вот сейчас вот рапс, рапс, а что там рапс, там копеечная прибыль и ничего вообще. Тем более, он России не нужен. Все это на экспорт, как бы на вылаз. В шоке просто. Да. Мы хотели донести, что, коль будет лен расти, станет дом наш полной чашей. Ну, а мир, конечно, краше. Завершить хотим свой сказ. Обещание для вас, что родиться будет снова лен на Псковщине. Вам слово. Вы вернетесь в свои дали. Расскажите, что ли дали. Мы не только слово льем, мы вас всех вперед зовем. Просыпайтесь. Вместе сила. Да, Русь всякая сносила. Но пора. Пришла подмога. Нас поддержат руки Бога. Но придется рукава засучить. Пришла пора. Землю нашу возрождать. Сеять семя, убирать. В своем доме убираться. И нельзя нам всем сдаваться. За спиной стоят рода. Перед нами детвора. И Россию, нашу мать. Пришло время возрождать. Благодарим. Мы заканчиваем. Здорово. И просто... Обычно, раз заканчиваю, наш поэтический повествование таким маленьким рассказом. 41-й год, август месяц. Немецкие фашистские войска уже заняли эти все территории. Лен вызрел. И немцы запретили его под страхом смерти, расстрелы, убирать. Лен весь погиб. На корню. И три года здесь никто ничего не сел. В 44-м году зимой Псковская область была освобождена. В 45-м году надо было уже его сеять. А сеять семян нет. Пустая казна. И тут, в общем-то, чудо произошло. С каждого двора понесли. Кто лукошко, кто два. Семян. Люди, зная ценность семян этих, сохранили семена, закопав в горшках, в землю это все. Всем миром, как говорится. Да, и лен был возрожден на Псковщине. Я, в общем-то, не вижу никаких оснований и причин, которые не позволят нам сейчас возродить лен не только на Псковщине, но и повсеместно по всей России. Мы сейчас сыты, одеты. Деньги есть, в конце концов. Мы можем на эти деньги привлечь специалистов любых. Оборудование будет. Надо наносить до людей, какая это ценность. Это не просто ценность для здоровья. Это просто долг наш. Да, это просто наш долг. Поэтому давайте всем миром это делать. Однозначно. Ну а что говорить? Люди простые, кто там, например, не будет, не хочет, он, по крайней мере, действительно своим рублем покупать одежду, вату, все. Изо льна, из конопли. Поддерживать тех производителей, которые, так сказать, по сути, должны все до земли поклониться. На самом деле, вот когда разговариваешь с местными людьми, они все говорят, что когда шла уборка льна, все очень хорошо зарабатывали. Никто не хотел идти на репу, на свеклу, потому что там платили копейки. А на льне можно было 10 и 20 рублей заработать в день. Это, в общем-то, для советских времен очень приличные деньги. Ну, школьники ходили вот у нас, кто у нас сейчас уже выросли, они говорят, а что туда пойдешь, 15 рублей заработаешь за день. Ну, за световой день. Некоторые даже брали специально отпуска, чтобы на льне заработать денежку приличную. Да. Дорогие товарищи, поддержите данный проект, данный музей. Приезжайте обязательно в Печоры, побывайте в этом музее. Ну и, конечно, покупайте всю продукцию из льна и конопли. Поддерживайте отечественных производителей, которым мы должны быть благодарны. Ну что ж, оценивайте данное видео, ставьте лайки, это будет ваша поддержка. Пишите много комментариев, тогда в рейтинге видео будет подниматься. Ну и делитесь с друзьями, знакомыми этим видео. Рекомендуйте посмотреть. Жду ваши отзывы, комментарии побольше, чтобы их было. Всего хорошего. До новых встреч.